Уважаемые братья, в контексте того, о чем мы говорили на ваазе касательно дуа, часто бывает, что человек в основном, когда взывает к Аллаху , он просит у Аллаха. Аллах говорит, есть две категории людей. Из вас есть те, кто хотят только эту мирскую обитель, просят только и за эту жизнь. О Аллах, дай мне хорошую работу. О Аллах , дай, чтобы дети мои успешно сдали экзамены. О Аллах , богати меня. О Аллах , дай мне это и это и за этой жизни. Забывает про Ахират. А есть другие люди, которые хотят Ахират, которые говорят, прости Аллах , мои грехи. Всевышний Аллах , не наказывай меня в могиле. О Всевышний Аллах , дай возможно в Судный день получить книгу Писания в правую руку. Поэтому пророк Мухаммад сказал, у кого будет забота Ахират, то фа Аллаху амр дуния ва Ахира. У кого будет забота вечность, этому человеку Аллах , разрешит проблемы и этой жизни, и в Судный день. Часто, когда человек делает дуа, он забывает уже благодарить за то, что уже Аллах ему дал в этой жизни. Или просить Всевышнего Аллаха , чтобы он не забирал то, что он даровал нам. Поэтому хотелось бы на этой хутбе рассказать дуа, которую обучил посланник Аллаха , свою умму, свою общину, которая приводится в хадисе, который приводит имам Муслим. Посланник Аллаха , о чем просил Аллаху ? О Аллах, дай возможность распросятся мне с долгами. Не было долгов. Что он просил у посланника Аллаха? Что посланник Аллаха , просил у Всевышнего Аллаха , мы узнаем через эту дуа. Эта дуа, уважаемые братья, великая милость, это дуа, великий клад , великая милость от Аллаха ко всем верующим. Эта дуа – страховка перед Аллахом . Через эту дуа человек застрахован. Обычно там на Западе бывает, за что обычный человек переживает в этой жизни. О завтрашнем дне. Что будет с ним завтра? Как завтра разрешится такой-то, такой-то вопрос. Но, однако, завтрашний день в руках Всевышнего Аллаха . Поэтому некоторые люди себя перестраховывают и что делают? Страхуют свою жизнь, страхуют свое имущество. Однако, если человек застраховал свою жизнь, это не значит, что Аллах не заберет его жизнь, когда он захочет. Если человек застраховал свой дом от пожара, не значит, что его дом сгорит и так далее. Однако, он платит постоянно какие-то пении и так далее. Когда человеку шайтан делает вась-вась, нашептывая в сердце, он начинает бояться о завтрашнем дне. Что случится, если мой сын умрет? Что случится, если моя дочка умрет, заболеет? То есть, мумкин, мумкин, может быть, это случится, может быть, то случится. И шайтан через это делает вась-вась. Его сердце рождается страх за завтрашний день. В его сердце рождается страх за завтрашний день. Это как, если посмотреть человек, когда посмотрел фильм ужасов, полтора часа он сидит, весь страшно ему становится. Однако, есть такие люди, у которых вся жизнь такая. Что случится, что случится, что будет завтра? Из милости Всевышнего Аллаха, по отношению к верующему, из милости единобожия таухида, то, что человек связывает свое сердце со Всевышним Аллахом, и здесь он спокоен. Потому что он положился на Всевышнего Аллаха, и в их сердцах нету страха. Поэтому Аллах сказал, «Валлазина аману, валам ялбису иманахум бидзульмин, улайка лахуму амн». Все, которые уверовали и не укрыли свои сердца притеснением, зульмом многобожиим, поистине, эти люди, у них будет амн, безопасность. Эти люди в безопасности. Поэтому, когда человек все-таки проникает ему вась-вась в его сердце, нашептывая шайтана, и в его сердце проникает страх, к кому он должен обращаться? К Аллаху, субханаху ва-та-аля. К Аллаху, субханаху ва-та-аля. Так как ведь Аллаху принадлежат сердца, субханаху ва-та-аля. Когда младший сын чего-то напугался, он прибегает к отцу, папа там, за ним прячется. Также и верующий человек, он прибегает к Аллаху, субханаху ва-та-аля, и здесь он чувствует то, что его дела разрешаются. Здесь он полностью положился на Аллаха, и это и есть его страховка. В хадисе, в котором дуа приводится, который приводит имам муслим, посланник Аллаха, салаллаху алейкум четыре вещи сказал. Аллахумма, инни ауузу бикамин завали ниаматик, ватахаули афиатик, ва фуджааати ниқматик, ва джамии сахатик. О Аллах, поистине я прибегаю к тебе, поистине я прибегаю к твоей защите от прекращения твоих благодеяний, твоих милостей и перемены в том, что касается даровано тобой благополучия и внезапной твоей кары и всего того, что может вызвать твой гнев. Первое, когда человек заходит домой и видит, что, аль-хамдулля, один его ребенок делает уроки, второй там кушает, третий там играет, супруга ему звонит, где ты, обед готов, приходи, приезжай. Он видит эту милость, внешнюю милость и внутреннюю милость, которую мы часто не видим, но она существует. Когда человек может протянуть руку и выпить стакан воды сам, без помощи, когда человек может дойти до своей машины, открыть дверь и сам сесть за хлоп на дверь и поехать, в это время пускай говорят, о Аллах, поистине я прибегаю к тебе, к твоей защите от прекращения твоих милостей ко мне. То есть сколько милости Аллах нам дал, не забирай эту милость, о Аллах. Сегодня я могу сам открыть дверь, сам сесть, сам встать, сам покушать. Есть такие люди, которые не могут. Это милость твоя, о Аллах, не забирай ее от меня. Вот это дуа делать. Поэтому Всевышний Аллах сказал, любая милость, которая у вас есть, это от Всевышнего Аллаха. А чтобы она оставалась, чтобы Аллах ее не забирал, то тогда что? Человек должен благодарить Аллаха за это. Всевышний Аллах сказал в Коране. То есть Аллах сказал, если вы будете благодарны мне, я вам еще больше дам. То есть эта милость останется еще больше дам, говорит. Это гарантия от Аллаха. И Аллах не нарушает свое обещание. Поэтому просить, о Аллах, я прибегаю к тебе, чтобы ты не забирал эту милость, которую даровал ты мне, Всевышний Аллах. То есть ты мне дал глаза, чтобы видеть, ты мне дал слух, чтобы слышать, ты дал мне ноги, чтобы ходить, не забирай эту милость от меня. Второе. Перемены в том, что касается даровано тобой благополучия. То есть Аллах дал нам благополучие, слух, Аллах дал нам зрение, Аллах дал нам вот эти все благополучия, чтобы Аллах не поменял это наше здоровье на какие-то болезни. На сегодняшний день, если посмотреть, очень много болезней. То есть бывает и в мечеть приходят люди, говорят, все, меня полностью проверили, посмотрели, никаких болячих нету, но однако у меня давление, у меня проблемы и так далее. И посмотреть это все основные болезни, это миндаафи лиман. Это из-за слабого имана. Из-за слабого имана, потому что человек не может должным образом полагаться на Всевышнего Аллаха. То, что произошло, это все осталось сзади, позади, не вернуть его. То, что будет завтра, в руках Всевышнего Аллаха. И человек об этом переживает, 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 думает, что он решает, думает, что в его руках. Забывает положиться на Аллаха, попросить у Аллаха дуа, потом увидишь, что в 30 лет заработал там болезнь рака, еще чего-то. Все из-за того, что из-за слабого имана. Все это из-за слабого имана. Поэтому Аллах в Коране сказал, когда человек поминает Всевышнего Аллаха, тем самым его сердце успокаивается. Третье, то, что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, просил, фуджа ати ниқматик. Фуджа ати ниқматик – это внезапная кара, внезапное горе, внезапная какая-то ситуация страшная. Когда мы учили в Саудии, один из шейхов, у него умерло 12 детей, супруга. Он рассказывал, говорит, что Аллах резко забрал их у меня. Они ехали в Медину из Рияда. Каждые 5-10 минут, 15 минут я ему звонил по телефону. Сынок, остановись, поспи. Нет, папа, я хочу побыстрее доехать. Супруге звоню, останови его и так далее. Каждые 15-10-20 минут звонил, и потом никто не брал трубку, машина перевернулась, и все его супруга, все дети умерли. Резкое, резкое испытание, резкое кара, резкое какое-то наказание. Поэтому человек другой же, там 22 года, молодой парень сходил на спорт, фитнес, все нормально, учился в Англии, подскользнулся в душевой и сломал себе, упал на копчик, все сломал, ходить не может, не может, все, парализовал его. Поэтому другой же человек, тоже Мухаммад Аль-Урейфи рассказывал, ходил я в больницу, и видел, как один 18-летний парень лежит уже 5 лет на койке. Все, полностью его тело парализовано после аварии. Резкое было это. Резкое аварие. Говорят, я только глаза закрыл, открыл и попал под аварию. Полностью тело его парализовано, язык только его шевелится. Телефон его звенит, он говорит, шейх, можешь мне подать телефон? Я подал ему телефон, он начал разговаривать. И потом врачи сказали, то самое тяжелое, так он уже 5 лет живет, самое тяжелое, когда он принимает пищу. Я говорю, ну тогда вы давайте ему что-нибудь, фрукты давайте, не давайте ему горящую, тяжелую пищу. Фрукты, он не принимает ничего, кроме молока. И от молока он полностью кричит, то есть боль такую ощущает, когда принимает это внутрь. То есть здесь человек, он понимает, что Аллах милостив к нам. У нас есть здоровье, у нас есть это. Поэтому резко может прийти вот это испытание. От этого нужно прибегать к Аллаху. И также Аллах резко наказывает тех, которые грешат, много грешат. Да, Аллах дает отсрочку, но однако, когда человек сделал один грех, второй грех, третий грех, четвертый грех, и он не останавливается и также грешит, не возвращается к Аллаху, тут же Аллах резко его наказывает. Поэтому Аллах говорит в Кур'ане, то есть мы им, когда они забыли об Аллахе, Аллах говорит о народе, когда они забыли об Аллахе, мы им открыли все двери. То есть все у них было, богатство, баракад, все было. Когда они забыли, то есть еще больше начинает забываться, еще больше начинает человек обольщаться этим миром, и когда они вот-вот уже обрадовались тем, что перед их глазами, резко мы их наказали, говорит Всевышний Аллах. И последнее, четвертое, что посланник Аллаха сказал, джамии сахатык. Джамии сахатык – это я прибегаю внезапной твоей карой и всего того, что может взывать твой гнев. Когда мы говорим, прибегая к тебе, Аллах, от твоего гнева, значит прибегаю от причины того, от чего ты гневаешься. Например, Аллах в Коране сказал, не приближайтесь к прелюбодействию. Аллах не сказал, не прелюбодействуйте. Аллах говорит, не приближайтесь к прелюбодействию. Все то, что приближает себя к этому. Оставаться наедине с девушкой, разговаривать, общаться, встречаться и так далее. Девушка, когда снимает свой хиджаб, наедине остается с другим парнем. Не приближайтесь к зина, говорит Всевышний Аллах. Также Аллах говорит, не приближайтесь к имуществу сироты. То есть Аллах не говорит, не кушайте, не берите. Не приближайтесь даже. Поэтому все, которые ведут к этому гневу Аллаху, нужно прибегать ко Всевышнему Аллаху. Пророк Мухаммад сказал Муаз ибнам Джабалу. Он сказал, о Муаз. Пост – это щит. Щит от огня. Милостенно – это тушит гнев Аллаха. И когда мужчина, человек просыпается ночью, в глубине ночи, для того, чтобы помолиться Аллаху, сделать намаз, и потом прочитал слова Всевышнего Аллаха, аяты Аллаха. Их бока поднимаются с постели от страха перед Аллахом, с надеждой. И ни одна душа, и они тратят из того, что Аллах им дал. И ни одна душа не может представить ту красоту, которую Всевышний Аллах приготовил для нее в Судный день. То есть за эти ночные молитвы. Поэтому просим Всевышний Аллаху эту дуа. Хорошо было бы, чтобы мы всегда эту дуа просили в Аллаху. О Аллах! Поистине, я прибегаю к Твоей защите от прекращения Твоих благодеяний и переменной в том, что касается дарована Тобой благополучия и внезапности Твоей кары и всего того, что может вызвать Твой гнев. Их песня! История! Агенедия! Аминь.